Сегодня Министерство информполитики и образования Чувашии провели видеоурок. Школьников обучали работе с порталом Госуслуг. На онлайн-конференции специалисты разъясняли ребятам, как работать с сайтом. Электронное правительство доступно для всех жителей республики. В Мининформполитике отмечают, что портал нужен не только для взрослых. Школьникам также необходимо знать о нем и уметь им пользоваться. Руководство учебных заведений также поддерживает идею компьютерной информатизации учеников. Компьютерная грамотность наших учащихся достаточно высокая. Они владеют практически всеми информационными технологиями, которые есть на сегодняшний день. Уровень информатизации гимназии такой, что позволяет развивать уровень наших детей в настоящем современном направлении. Есть как локальная сеть, у нас локальная сеть есть как проводная, так и Wi-Fi. Они выходят как в образовательных целях на различные образовательные порталы, так же и на порталы государственные. Смысл, конечно, есть такого урока, поскольку ребята должны все равно знать о тех ресурсах, дополнительных порталах. Специалисты утверждают, пользоваться порталом крайне просто. Для того, чтобы пройти регистрацию, запросить и получить код активации потребуется не больше пяти минут. В несколько кликов можно отправить заявки на получение загранпаспорта, оплатить штрафы в считанные минуты, отправить запрос в нужное ведомство и заказать большое количество электронных услуг. Можно зарегистрироваться на портале и получить код активации через Почту России и через Ростельком. Нажимаем кнопочку «Далее». Этот информационный для нашей страны сервис призван облегчить жизнь гражданам в случае получения документов в государственных учреждениях. Впрочем, для школьников на портале также есть услуги, которыми они могут воспользоваться в свои 15-17 лет. Вы уже скоро будете совсем взрослыми, вы можете и уже зарегистрировать свой автомобиль здесь и получить загранпаспорт, когда вам уже будет 18 лет. Получать государственные услуги через интернет, не теряя времени в очередях, легко и удобно. Ребята заинтересовались порталом, многие не знали о его существовании и решили зарегистрироваться на нем. Я, может быть, помогу своим родителям зарегистрироваться в этих интернет-ослугах и помочь им, чтобы они не стояли в очередях. Если я, например, захочу в неучебное время заняться какой-нибудь деятельностью, работой, например, то я, может быть, зарегистрируюсь сам тоже. Мне очень понравилось, потому что я в первый раз узнала об этом сайте, если честно. И я действительно, наверное, помогу своим родителям зарегистрироваться на этом сайте. Я обязательно сама зарегистрируюсь, потому что это очень здорово сэкономить время на таких услугах, в которых приходится тратить очень большое время, в очередях стоять. Например, все люди получают загранпаспорта, и очень долго это все процесс. А так можно намного сэкономить свое время и оставить его для учебы, для свободного времени. На сайте госуслуги.ру уже зарегистрировано 18 тысяч человек. Жители республики могут получить уже 69 региональных, государственных и муниципальных услуг в электронном виде, не выходя из дома. С проведением такого видеоурока, надеются организаторы, пользователей и обращений станет больше. Данифа Тагерова, Александр Петров, Республика.